Здравствуйте, друзья! В эфире канал Невашвок и с вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня, 20 февраля 2019 года, в среду, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 15 раз обратился своим посланием к Федеральному Собранию. Но помня о том, какой был конфуз на Новый год с его посланием, которому дорогие россияне разместили массу дизлайков и издевательских комментариев, я на всякий случай решил проверить, а не дай бог не повторилось ли такое. Для этого я решил начать с 45-й вкладки на тренде с канала LifeNews. Давайте посмотрим, что там получилось. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давайте мы посмотрим, что происходит на телеканале ENTER ДимаTorzok 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 Нет, нет, наверное, это тоже совпадение. Но давайте мы посмотрим на одном из главных каналов Российской Федерации. На России 24. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Как говорят, один раз случайность, два раза совпадение, а три раза закономерность. И вот я думаю, а поможет ли исправить эту ситуацию так называемый суверенный интернет, предложенный сенатором Клишесом? Что-то я сильно сомневаюсь, потому что проблема не за границей России, а проблема внутри России, а если быть еще более точной, проблема в Кремле. И проблема она в том, что Путин просто элементарно надоел. Надоело это вранье. Все вам доброе. Подписывайтесь на канал DimaTorzok До встречи!